ну что ж приветствую всех настоящих ценителей бокса таки добрался я до открытой тренировки сауля альвареса и предлагаю ее обсудить сделать какие-то выводы из нее до тренировка по сути появилась еще вчера в открытом доступе но и вот здесь первый интересный момент посмотрев сначала тренировку геннадия я отправился сам на свою тренировку поэтому тренировку альвареса сначала посмотреть не успел так вот пока я ехал то прям с мобильного зашел на сайт букмекерской конторы ну лига ставок это было в данном случае не скажу что она какая-то там сверх хорошей наоборот плохая просто контора как контора но я бывает смотрю на коэффициенты у них на и чисто случайно если коэффициент на победу альвареса у них был до этого 250 по моему в течение месяца до то вот ровно как прошла эта открытая тренировка то коэффициент стал 235 и меня это крайне заинтересовало ну к тому же я пока ехал я же еще не видел тренировку сауле да я стал думать что ну геннадий он повел свою тренировку приблизительно также как год назад то есть в общем то очень похоже стало быть альварес что ли прибавил да или так воспринимают люди так воспринимают букмекеры почему ну и когда приехал домой то прям с очень большим интересом посмотрел тренировку уже сауля посмотрел ее наверное раз ну в общем очень много раз чтоб все там получше разглядеть ну и вот видео получается записываю уже сейчас на следующий день и к вам вопрос то есть вот вы если вы следите за коэффициентами то в ваших конторах в которых вы помните коэффициенты произошло ли изменение коэффициентов ну после открытых тренировок или же это только было у меня то есть просто может быть чисто случайно такое вполне может быть вот ответьте пожалуйста далее как сама прошла тренировка ну скажем так открытая тренировка это ведь что-то вроде представления такого да то есть не нужно на нее прям рассчитывать слишком сильно можем мы так более или менее прикинуть форму по действиям в защите конечно альварес превзошел сам себя то есть ну чуть-чуть там забинтовал руки такой бой с тенью ну скорее понарошечный но дальше тренер взял такие штуки называются они по моему тренерские палки так называть мягкие такие легкие и имя альвареса тук 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 в общем там по всякому ну христал альварес он ну нырял уклонялся там так эдак все это дело очень технично сохранял баланс свой ноги прям под ним вообще не терялся был готов после своих уходов любую секунду ответить и прям вот сам себя в этом превзошел но что меня порадовало что тренер ну когда он работал своими этим тренерским палками то он шел обычно он наступал то есть он уходил там в стороны как бы назад да альварес ну в своих этих вот нырках-уклонах он все время шел вперед вперед за тренером да ну и на месте или вперед то есть рисунок-то боя прошло во всяком случае в основном наоборот то есть если так по-настоящему отрабатывать то скорее дворус нужно уходить назад с уклонами своими нырками как в бою он делал да но на тренировки он это делал именно вперед дальше отделение перчатки и ну удары тренировку ударов на что обратил внимание во первых удары были только одиночные то есть одиночные на силу то есть что я имею ввиду допустим если тренирует спортсмен серию показывает ну к примеру он бьет там раз-два-три-четыре то есть сильный удар может быть по сути только последний то есть первые три там раз-два-три более легкий вкладывается по-настоящему в четвертый есть спортсмены ну как геннадий головкин допустим дамы у них там свой стиль они в серии довольно равномерно бьют все удары как бы сильно но как как вот сауль боксер нет у них более классическая техника они бьют расслабленными руками подготавливают серии и уже в брешь в последнюю сбивают так ну по идее должно быть так вот в этот раз вообще сауль не делал серий это выглядит как серия но это набор одиночных ударов в которые он вкладывается это не серия по сути ну как бы он бил или одиночные удары до пытался прям вбить их очень жестко бил или как бы эта серия да получается лево боковой вправо прямой но из двух ударов опять же максимально сильно они пробиваются и сауль бил ну скажем так может быть медленно даже да но именно бы была демонстрация мощь удара то есть почему так дело вот мне например довольно это было интересно да то есть можно это рассматривать как он хочет что-то скрыть то есть что может быть чуть-чуть он там или как-то замедлился да или да что угодно да может быть боится что одышка появится у него ну вдруг то форму упала были же все эти скандалы да ну они сейчас отдельно поговорим на так вот что боится там как-то он задышит это люди увидят но в общем бить как бы удара одиночные то есть там так там тух именно одиночные это всегда проще и более эффектно ну по силе да они выглядят чем если ты какую-то настоящую работу осуществляешь серийную то есть почему так дел теперь если говорить о силе ударов но они у него реально конечно убойные в том числе с точки зрения техники то есть когда убил свое это лево боковой право прямой особенно ноги как он их шикарно включает то есть он на левом боковом ногами прям у него же таким ножище вообще-то могу гога как как у велосипедиста в хорошем смысле слова да не в том смысле что он будет велосипедить убегать он прямо ногами свой туловище ну туловище я медут бочку тела прям посылает ее туда и при правом прямом ногой толкается вбивая туда его да конечно такое лучше не пропускать и еще один момент крайне интересный то что вот ну если кто следит за инстаграмом сауля альвареса периодически он там публикует фото в том числе с голым торсом и дня 4 назад у него была фотография ну одна из с голым торсом и он там и очень мускулистый и у него пресс идеальный то есть он на ней выглядит просто как супермен да но тем не менее на открытые тренировки футболочку то он не снял и если сравнить его изображение на открытой тренировке то есть толстые ножище и тело ног естественно спортивная но через футболку она не показалась каким-то сверх таким мощным то есть сравнение с инстаграм в инстаграме это же фотография там можно и и от photoshop там как-то чуть-чуть подрихтовать да там через любые фильтры пропустить то есть в этом есть некая как бы загадка да то есть все же реально вот сауль помните вот были эти скандалы с крем бутеролом ну крем бутерол это не очень серьезный препарат по сути ерунда но все равно дальше у него были следы инъекции на животе тогда это все к чему ведет дело не в том что там ой не принял он крем бутерола в этот раз дело в другом после таких скандалов ты как батк оказываешься под пристальным наблюдением всех этих допинг служб да то есть ты под большим контролем и вот интересно не у нее как бы изменилось ли телосложение у сауля не получилось ли так что он подсох да то есть им ну подсох там пожарку это хорошо да но не стал ли у него и мышечная масса меньше то есть как вот это понять футбол кто не снял может быть он хотел от нас но чего-то скрыть да а может быть и нет кто знает то есть вот это в этом и интрига давайте подведем итог открытой тренировки сауля альвареса сауль альварес ничего плохого не показал то есть он крутой техничный единственное что по сути бил одиночные только удары то есть почему именно это или акт устрашения или такой как бы обман что он делает из себя как бы на культера то есть он что он делал он защищался все время и бил на силу то есть как бы это поведение на культура не нужно размениваться на набор очков чисто выцеливаешь тогда защищаешься и рубишь то есть может быть он вот он как сказал я на культиру головкина и такое показал на тренировке а допустим выйдет ну в реальный бой и там сам легкий будет ударом бить и уходить там стороны кто знает вот это и любопытно но форма у него чего-то плохого нет то есть все как бы в целом весьма такой бодренький но вот интрига с футболкой почему не снял до скрывает что-то он быть может и какие-то изменения телесные или же нет ну что будем ждать боя я обычно всегда стараюсь быть безразличным то есть ни за кого не болеть но в этот раз я на стороне ты как в прошлый раз на стороне геннадия головкина эта тема отдельного разговора почему собственно за саулем я слежу давно с 19 лет его да он уже в 19 лет он такой был техничный да но в общем тут я однозначно заголовкина и буду болеть чтобы он его заколотил а вам всем спасибо что посмотрели данное видео до новых встреч тушу камеру